Тема сегодняшней лекции конструктивная логика – это одна из так называемых неклассических логиков. Неклассическая – это в смысле, что отличающаяся от традиционной логики, классической. Вот отклонение от традиций может быть вызвано разной причиной, может быть просто чудаковатность. Я буду создать не так, как все. У меня будет своя логика. На жизни такое встречается. Есть такой чудак, а я по-другому. Но, кстати, мы видим, насколько, во-первых, как на истоке ее, в обычной математике, и к чему это приводит, ну, уже в современной математике, каким, на самом деле, приводит результат. Как только вначале некоторое отклонение от традиций, потом приводит к очень важным, на самом деле, для современной математики, и вообще, так сказать, да, для личной жизни, это полезный вывод. Ну, последним, вот я сначала приведу пример, двух доказательств одного и того же, одной и той же теоремы. Одно неконструктивное, другое конструктивное. Это первое неконструктивное, оно вполне укладывается в традиционное трансформационное рассуждение. Вообще, что-то логика. Логика изучает, ну и как-то нормативная наука по правильных способах рассуждения. Она не очень правильно рассуждает, если там переводу не дано, то это и не будет. Но что такое задача логики и что она на самом деле делает, что она делает? Она, во-первых, определяет, какие способы рассуждения считаются правильными. Но это как бы нормы формулирует. И, кроме того, выявляет, то есть, во-первых, определение, что такое правильная норма. А во-вторых, выявляет, фиксирует там некоторые правильные способы заключения. Математическая логика делает то же самое в области математики. То есть, ее главное достижение, одно из достижений, это математическая логика точной формы сформулировать, что такое правильное математическое рассуждение. И предъявила даже некоторый аппарат, каким-то образом, грубо говоря, любую теорему, ну, правда, у них ограниченных, так сказать, предъявных, в основе широких, что любую теорему можно доказать, пользуясь этими вот средствами. Но об этом не будет предметом нашего, так сказать, рассмотрения. Так вот, два доказательства одной теоремы, которая соответствует нормам обычной логики, но не конструктивной. Одно, потому что конструктивной логики соответствуют. Ну, такая теорема. Существуют такие иррациональные числа A и B. Ну, иррациональные, значит, они есть действительный ноль, не иррациональная, это разница. Такие, что A и B, иррациональные числа. И вот такое изящное доказательство вполне в духе классической математики. Посмотрим число квалипатратных двух степеней квалипатратных двух. Ну, одно из двух, либо оно рациональное, либо иррациональное. Просмотрим этот случай. Первый случай. Если это число рациональное, ну, тогда решение, сказать, A равное, оно квалипатратное. Ну, знаю, что это. Четыре. Второй случай. Это числа иррациональные. Ну, тогда берем A, ну, это число квалипатратное двух степеней, а B будет квалипатратное двух. Ну, в числе не проявляет, что это будет действительно рациональное число. Ну, что можно сказать про эти доказательства? Изящное, быстрое мы доказали, да? Ну, можно сказать так, что мы приобрели пример такой пары чисел иррациональных, что A и B, что A в степени B рациональные. Конечно, нет. Поэтому можно сказать, что мы стали умнее, но не стали богаче. То есть мы приобрели какие-то знания, что узнают, что такие числа есть, но ни одного примера мы не приобрели. Ну, другой пример, как раз по-другому, это доказательства уже остальных конструктивных презрений. Доказать утверждение о существовании. Один из принципов конструктивной уже логики. Доказать утверждение о существовании, это значит, чего-либо. Предъявить самообъекты. Ну, или, по крайней мере, объяснить, как их можно построить. Ну, ведь в данном случае, это вроде как, мы берем A в степени квадратных двух, B это логарифм 2HmD, ну, и поверьте, что если рациональное, то вы проверили, что A в степени B действительно будет рациональное число. Это отличие от примеров этой конструктивной презрений. Мы привели пример конкретный пример. А тут, это, знаете, числое существование. Вот такие, как сказать, математики постановлены, я даже считаю это изящными. Но, когда видим конструктивные презрения, они имеют эффективность.